Привет, с вами Челс Патриков, и сегодня я хочу с вами поговорить про немного необычную тему. Ладно, совсем необычную тему. Давайте расширим свое мышление за пределы материалистических аспектов и подумаем с вами вот о чем. Представьте, что человечество начинает новую эпоху. Мы больше не ограничены одной планетой. Мы колонизируем новый мир, например, Марс. Ученые разрабатывают технологии для жизни на другой планете. И вы, возможно, один из тех, кто когда-то сможет назвать Марс своим домом. Но почему Илон Маск так одержим все-таки этой идеей? Что движет его стремлением отправить нас на другую планету? Это план Б на случай, если Земля перестанет быть пригодной для жизни. Есть ли на Марсе вода, а может быть и жизнь? Каковы у нас шансы на успешную колонизацию? Перед тем, как мы углубимся в эту захватывающую тему, не упустить возможность изменить свою жизнь здесь, на Земле. Подписывайся на мой телеграм-канал, где вы узнаете, как достичь финансовой стабильности и независимости. Там тебя ждут проверенные стратегии заработка, полезные советы и сигналы, которые помогут начать зарабатывать уже сегодня. Начнем с первого пункта. План Б. Для человечества Илон Маск не раз говорил про свою цель. Сделать человечество межпланетным. Он видит Марс как спасательный круг для нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы. Будь то ядерная война, астероид, либо изменение климата. Один из его главных аргументов – это уменьшение рисков. И по его словам, зависеть от одной планеты слишком опасно. Марс – это план Б, который может стать ключом к долгосрочному выживанию человечества. Маск не единственный, кто придерживается этой идеи. Ученые подтверждают, что рано или поздно человечество столкнется с неизбежными катастрофами. И переселение на другую планету – это наш шанс избежать вымирания. Вода под поверхностью Марса – это ключ к жизни. Марс не так бесплоден, как мы привыкли о нем думать. Одним из самых интригующих открытий последних лет стало подтверждение наличия воды под поверхностью планеты. В 2018 году ученые обнаружили подлинные озера на южном полюсе Марса, что дало новый импульс для обсуждения о возможности жизни на Красной планете. И вода – это не только ресурс, необходимый для выживания будущих колонистов, но и потенциальная среда для микробной жизни. Получается, если на Марсе есть вода, это открывает колоссальные возможности. Во-первых, она может быть использована для питья и орошения сельскохозяйственных культур. Во-вторых, вода может быть разделена на водород и кислород, что дает нам топливо для ракет и воздух для дыхания. Но а что, если там, глубоко подо льдом, существуют формы жизни, о которых мы с вами даже не подозреваем? И, возможно, Марс хранит в себе тайны, которые навсегда изменят наше представление о жизни во Вселенной. Но здесь встает сразу же вопрос. Хорошо, это было, это круто, но колонизация Марса, сколько на это уйдет времени? Это не вопрос нескольких лет. Илон Маск оценивает, что создание самодостаточной колонии на Марсе может занять несколько десятилетий, а, возможно, и целый век. Первые миссии будут направлены на тестирование технологий, изучение местных условий и строительство баз, которые помогут нам выжить в агрессивной марсианской среде. Маск планирует отправить первую группу колонистов в течение ближайших десяти лет. SpaceX активно разрабатывает ракету Starship, которая сможет доставлять грузы и людей на Марс. Но для создания полноценной колонии потребуется множество экспедиций, тысячи тонн оборудования и долгие годы адаптации. Ожидается, что первые колонии будут полностью зависимы от поставок с Земли. Но со временем появятся технологии для самостоятельного производства пищи, кислорода и строительных материалов на Марсе. Маск называет число в миллион человек. Только, по его мнению, понадобится для того, чтобы колония на Марсе стала самодостаточной. И это может занять более пятидесяти лет. Цифра безумная. Но Маск уверен, если человечество все же решится и рискнет, пойдет на этот шаг, у нас будет шанс превратить Марс в полноценный второй дом. Ну а дальше уже и другие планеты недалеко. Идея межпланетного будущего для Илона Маска отправка на Марс. И это не просто научная задача. Это его философия и его убеждение, что человечество должно стремиться к звездам. В мире, полном негативных новостей, он дает нам свет в конце туннеля. Веру в прогресс и в будущее. Он предлагает верить, что мы способны на большее, что наше будущее не ограничено одной планетой. Я в это, кстати, тоже верю. Марс это символ возможностей. Вызовы, которые стоят перед нами на пути к его колонизации, колоссальны. Но Маск убежден, что человечество способно их преодолеть. Он видит Марс как ступеньку на пути к еще большим достижениям в будущем. Мы сможем колонизировать не только Марс, как я в целом и сказал, но и другие планеты и луны, делая человечество настоящей космической цивилизацией. Вы только подумайте об этом. Марс может стать новым полем для бизнеса. И Маск рассчитывает, что с развитием технологий мы сможем добывать полезные ископаемые и на Марсе. Строить там заводы и предприятия пока звучит футуристично. Исследование космоса может стать новой экономической отраслью, а Марс ее ключевым звеном. К тому же SpaceX уже заработала миллиарды на космических разработках. Если миссия на Марс окажется успешной, это откроет новые рынки и перспективы, сделая космос доступным для бизнеса. Но здесь вопрос. Зачем Илон Маск хочет отправить нас на Марс? Его план это, конечно, не только спасение человечества от возможных угроз, это и возможность обнаружить жизнь и шанс вдохновить новые поколения на великие достижения и, конечно, огромные перспективы для науки и бизнеса. Куда ж без денег. Но как насчет вас? Готовы ли вы выйти за пределы обыденности и попробовать начать новый путь? Как Илон Маск, вы можете прямо сейчас изменить свою жизнь. Подписывайся на мой телеграм-канал, где тебя ждут стратегии, которые помогут добиться как раз-таки финансовой независимости и открыть для себя новые горизонты космоса. Там ты узнаешь о том, какой способ заработка в 2024 году самый оптимальный. Глядишь, сможешь позволить себе и в участии колонизации Марса. А это дорого стоит. Но недорого для тех, кто вместе с нами. Челс Патриков, до связи. Продолжение следует...